всем привет дорогие друзья привет с вами как обычно это люди и мы обозреваем продолжаем обозревать серию варкапов можно сказать нет не варкапов серию издиси окей 4 раунд стрейф карта от небе то очень классная карта сделано очень качественно я считаю очень хороший это словак да словак словак дифраг словак united kingdom или или да и ну это видимо и подразделение united kingdom было быть англичане вот в общем это как competition по этой лекарте проходил с 22 мая до мая по 29 мая и все прислали кучу дамок сейчас дамок много стрейф карта прикольная сейчас сейчас люди покажут чечечне сделать в общем мы появляемся пушек у нас нет так как это стрейф но у нас есть перчатка и машин ган это очень важно старт дважды не пересекается ну просто начинаем прыгать если прыгаем слишком хорошо перепрыгиваем первые пады здесь так такой змеечкой надо пропрыгивать ступенечки всякие пенечки здесь тоже такие ступенечки а большие ступеньки теперь дальше 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 очень резких важный поворот на котором очень важно быстро пропрыгать джон джон пад рампа сверху чтобы нас вперед толкнула еще ступенечки классные люблю ступеньки ступеньки дефрагим наши все и вот здесь начинается самое интересное но пару там чё ты покажешь но я покажу в общем у нас здесь стабильный об джей просто под циферками не видно в общем это это оба это когда вы падаете и и и ничего не получается он особо отличина что ли нет включены но надо читы включить ну да надо включить на короче покажем в общем если мы видим джей какой-либо поверхности на какую-либо поверхность это значит джамп значит туда прыгать когда мы прыгаем мы видим видим б видим и б и можем сделать об либо сделать звук но это уже его вкус так сказать перелетаем сюда если мы просто прыгаем прямо особом то здесь есть рампочка на которой можно сделать даблджамп и сюда же залететь здесь у нас два джампада далее прыгаем из вот эти штуки вот это самое любимое место где надо присесть тут даже не вне пешком вот так не пройти нужно именно присесть очень очень олдскульно очень классная карта очередные ступеньки и еще одна красная платформа и как мы можем понять по той красной платформе эта платформа также с обом мы видим джей прыгаем поймок залетаем наверх и здесь просто прыгаем по низу и по рамке и вот у нас финиш вот такая вот карта я не знаю тут больше ничего нет карта маленький ну давай как-нибудь пробегу потенциал роутов в целом есть особенно учитывая что карта сделана скомпили на из но оба то есть везде где потенциально можно сделать об его можно сделать и это не очень хорошо потому что побанили демок можно так пропрыгнуть али здесь очень классные спейсинге под цепи все рассчитанно сразу видно папир потестил одинок здесь также можно сделать звук которая делать пока не буду чтобы подлетать не так высоко срезать себе чуть-чуть траекторию ну и финиш то 2 и 8 я перебил ленту 1 серого раза ничего себе так ну давайте твоя очередь а как мы начинаем теперь показывать включу полосочки то это короче на этой карте что из такого первое это сложная штука это заворот вот сюда здесь так это мы себе сначала показываем да да теперь от его поводу я как бы обе физики играл короче здесь теперь нужно завернуть так чтобы не откнуться не в эту штуку не в эту штуку и после поворота так пропрыгать чтобы чтобы перепрыгнуть и запрыгнуть на этот же под это самая сложная была проблема потому что нужно очень хорошо стрейкать и если не то что хорошо нужно правильно как-то стрейкать я попробую я уже забыл как делается все пемцать попроще могу поверить геморрой а надо здесь реально не делись на насколько я помню здесь надо типа после поворота иметь тысячу скорости и тогда ты в принципе можешь себя хорошо чувствовать дальше когда делается минус джамп и перелетается вот с этой скоростью но здесь к быстрее надо вот сейчас я на панельке куда-то вот сюда приземлился она длина скиньте этот уголок то есть прям в него после него уже сюда чтобы следующим прыжком вот отсюда сюда запрыгнуть и дальше три пушка запрыгивается наверх то есть просто стрейкать получше дальше пушка мы прыгаем сюда здесь делаем резкий разворот здесь два способа прохождения либо ну я делал просто проведенная все сюда делаем цирку либо можно попробовать как-нибудь завернуть вот так вот но это сложно неудобно и не понимаю зачем мне кажется сырком быстрее будет ну да дальше мы про проблема с этим джампадом том что у него сам триггер находится вот такой вот маленький посмотрим на вид на общем для того чтобы он подкинул нужно либо пешком на него заходить точнее надо пешком на него заводить потому что если мы прыгнем на него то то есть у меня подкинь только когда я приземлюсь на пол потому что попокинула отчетом нет читов никаких чаще проверю вроде нет черт я я это потерялся я не пробовал кстати а можно сверху да вот по а под клипы ключи триггеры я включил да ничего не сделаешь пока что здесь здесь если включить триггеры здесь все точно клипы здесь все заделано здесь не пройти там не пройти и общем надо только где прыгать здесь сложная не сложная штука немножко неприятная штука то что вот здесь вот от этой штуки постоянно об ловился но если здесь прыжка то все нормально здесь ступеньки очень сильно мешаются потому что после этого джампада приходилось как я реально забыл уже как это делается это надо мной как забыл но интернет что такое здесь вот вот в моем прохождении если здесь делается дабл джамп то это на 0203 медленнее если чем не делаешь дабл джамп потому что спейсинг очень сильно меняется по прыжкам и ты потом приземляешься на этот то есть если дать сделал дабл джамп то где-то вот сюда приземляешься если не сделал дабл джамп то вот сюда и нормально запрыгиваешь на красную платформу очень без дабл дрампа лучше поэтому там приходилось притормаживать здесь у нас стандартный путь это делать звук кто для новичков показываю то что во первых об это как если ты ладно сейчас добегу покажу еще вот так надеюсь не получится сейчас пройти я давно кстати коррект вот здесь вот надо походить так чтобы не втыкаться в эту штуку достаточно на этой карте провел должен уметь проходить и как бы он вылетел тормозить надо было сейчас недалеко не далечу не далечу нет налетел вот сейчас и коз и в общем если мы не тыкаем никакие кнопочки то нас откинет опять наверх если мы будем зажимать кнопочку вперед то есть чуть-чуть будет скорости подпрыгнем то у нас будет скорость там не на 1200 1300 и мы с этой скоростью можно по боджамп и ну было бы неплохо если можно было схоба залететь сразу вот туда наверх но это нельзя к сожалению высоты не хватает поэтому мне показалось то что самым быстрым прохождением было вот с этой красной платформы делать звук наискосок понимаем и запрыгивать на вот это красная большая была проблема с этим звуком потому что нужно именно 1200 получать и тогда отлично тебя подкидывает вот это реально большая проблема потому что звук на определенную скорость он очень нестабильная нужно выставлять там настройки м форвард м сайт если кто не знал м сайт это м нижний подчеркивание сайтом если вы ставишь в ноль то при звобе тебя будет как бы боковая скорость убирается то есть только куда смотришь туда ты полетишь вот м форвард уменьшает горизонтально составляющие при затрате . плюс когда ты делаешь взор в общем как то так вариант номер два это мы если с этой платформы забиваем на красную просто прыгаем вниз и просто стрейфом пара прыжков делаем даблджамп на это рампе и залетаем туда на следующий джампад вот но я на это как-то забил и делал обычным словом 1277 есть если хорошо по стрейфить можно залететь но опять же это не всегда получается нужно вовремя среагировать и вот стоя на 1200 очень тяжело ловить один из пяти из десяти иногда получается дальше опять у нас джампад на который нужно который на полу находится маленький то есть нужно обязательно касаться его и пролетов такие окошечки залетаем в окошко еще один джампад еще одна еще одна окошко и прохождение дальше для ясно сейчас надо какой-то покажу там уже буду возвращаться дальше у нас с этим джампадом есть были там какие-то небольшие заморочки да здесь потому что зависит от того когда мы начинаем стрейфить вот если мы будем просто стрейфить нас подкинет очень очень высоко и мы потеряем много скорости если то есть приходилось построить построить вот таким вот боком запрыгивать на вот эту платформочку чтобы потом по прыжкам залететь от сюда и вот это мне кажется у вас самая большая проблема нет самая большая проблема стандартной дорожки и в кутри дорожки потому что здесь постоянно тыкаешься головой пройти под этой штуку нельзя нужно обязательно присесть и про про проскользить каким-то образом вот сделать это быстро на скорости не воскнутся это прям очень тяжело потому что чем больше скорости тем больше вероятность что ты вот здесь вот не спишешься между этими двумя штуками то есть либо зацепишь этот штуку либо головой вот эту штуку зацепишь вот и приходилось даже притормаживать здесь чтобы и прыгать наискосок чтобы вот был больше расстояние было больше возможности проскочить под этой штукой дальше у нас был дабл джамп прыжки прыжки по вот этой штуке платформа здесь 2 звук но обычный об делает большинство звук делает меньшее количество народу и здесь было 21 основной и не так об это стандартная задуманная дорожка звук тоже задуманная дорожка но для тех кто умеет делать звук то есть на 1200 вот он на 200 нормально делается звук запрыгивается вот сюда на платформочку прыгается дальше теперь можно было сделать на 1400 но это сложно то есть такое то я попробую конечно проблема в том что ты скорее все вылетишь вот отсюда и не долетишь дальше я сейчас на 1066 сделал как-то надо на все равно недалечу о кстати морда видимо просто надо хорошо строить и тогда получится 700 вообще не хватит в общем это звук это такая большая проблема и я делал просто на 1200 вылет сюда и дальше трейфов три прыжка то есть прыжок на эту пану просто стандартный стрейфы и на финиш финиш у нас находится не на полу а на всей платформе поэтому это хорошо и не можно было просто разгоняться и залетать на сюда то есть и нашим вот здесь триггер целиковый вот а теперь начнем извращение наверное дорожками первое что я нашел я смотрел на то как устроены клипе триггеры долго бегал вокруг старта можешь включить да здесь где можно срезать где здесь можно прыгать здесь все заклиплено и ничего нету то есть сожалению на старте в 10 войти никак не получалось второе место как я говорил вот здесь вот если посмотреть на триггер можно было попробовать вылететь куда-нибудь но тоже опять же дальше у нас все за заклиплено и ничего с этим не сделать счастью или к сожалению вот когда мы залетаем вот сюда здесь мы видим то что вот здесь это у нас сзади отсутствует отсутствует куча клипов не знаю почему так сделано и клипы находятся то есть и технически вот эту стеночку с клипа можно прыгнуть и запрыгнуть отсюда здесь если пробежаться то мы видим то что он на полу большой триггер который нас портует назад и вон там далеке триггер который нас портует вперед вообще он вон туда туда вдаль то есть если очень хорошо извратиться и пытаться вот здесь допрыгнуть до этого триггера то можно протонуться сразу он туда здесь почему-то у коробки не сделан клип килл триггер на полу и можно просто прыгать здесь вот проблема в том что туда я не долетаю вот до этого триггера чтобы мне протонуться куда нужно я мучился с этим скипом долго-долго сейчас я проще было упасть куда-нибудь вниз допрыгать так и титом читер на вода очень интересно конечно клипы с триггерами сделаны странно внешне что не все заклипили странно что триггеры такие прямо через всю карту но это old school mapping это как делают вот в общем что я думал в самом начале сделать то есть мы видим то что у нас есть можно попробовать как-нибудь так вот облететь построить и вот надо этой рампочки попытаться как-нибудь туда хорошенько залететь сколько я не мучился меня ни черта не получилось здесь не хватает достаточного расстояния вот где-то вот до сюда к сожалению или к счастью не знаю для кого к сожалению эта штука себя не оправдала и такой такая возможность у нас не появилась что-то добрыгнуть вариант номер два я долго мучился нашел способ то есть технически но я потом покажем дымку во первых обса звоба не является вроде как рандомным потому что ты вылетаешь всегда на одну скорость и всегда то есть если с определенной скоростью ловится значит он не рандомно но вот если ты прыгаешь с платформы сейчас но к сожалению я перетестил все зубы которые есть вот с этой высоты с этой вот красный и на всех высотах там нет оба к сожалению счастье потому что когда пришлось бы мучиться то есть если отсюда делать какой-нибудь звук и посмотреть на высоту вот сюда этих сюжетов не ловится однако если извратиться и сделать с той красной платформы с другой высоты другой об то на другом обе можно сразу оба словить об либо поймать на найти об с которого можно с которого можно то есть вот здесь где-нибудь можно найти об с которого с прыжка ловится окна вот эту желтенькую штучку и ну в общем это геморрой дальше по каждому дэнки которые все-таки оказались не болидными из-за того что это наклонная в общем на будущее на текущем компетиши не на наклонных оба вообще нельзя ловить потому что это считается типа рандом нельзя все плохо паника паника в общем всем запретили если делается какой-нибудь вот мы стоим где-нибудь здесь видим кнопочку джей прыгаем делаем об это считается рандом и идем дымки такие не примутся но это на текущем издаться не на как на других компетишно будет вот вот и джей число им хоп словил ну ладно следующая штука сожалению вот это к сожалению на вот этом вот этой части прохождения нормально оба не нашлось нормально точнее не оба типа поэтому искал дальше и вот мне очень повезло то что я его нашел то есть потому что иначе было бы плохо как я нашел я тестил все что можно было не настроить вот здесь какие-то обуви вот там здесь смотрел чем можно делать отсюда смотрел вроде ничего нет они когда не ловится вот и потом когда залез куда-нибудь куда-то сюда сг здесь горит час заметил кнопочку джей 10 если вы видите то есть это чё значит то что если мы прыгнем туда то у нас там словится джамп об а так как пол у нас оказался без без скилл триггера просто серфейсов значит там можно словить об и получается что если мы прыгнем сюда и вы себе мы премся и как-нибудь вот так вот упрёмся то можно сделать у сделаю и нас надо закинять вот так как мы умеем делать зубы то можно с этого оба долететь вот до этого триггера и в итоге получается такое извращение что мы допрыгиваем до сюда здесь сделаем вот такие вот круга ля делаем зуб и летим вот на тот большой триггер и портуем все сразу сюда и скипаем вообще всю эту часть запрыгиванием с пролезанием под этой штукой под вот этой секретности и для ведения вот наверное все таки к счастью вот это скип окна он оказался действительно только в себе потому что в уку 3 если ты упираешься стенку то у тебя но 0 скорости не будет пусть в уку 3 если ты прыгнешь то ты вот здесь в ноль это будет считаться ультимейтом а ультимейта бы у нас тоже запрещены смысле ультимейты запрещены вроде бы то потому что ты по моему да и они должны чему это не да это же не читай какие-то смысле на то стоишь и воздухе пытаешься вы на ноль сбросить кнопками то мы в тем ранах постоянно делаем это не так сложно как это слышится короче но не суйте запрещены нет ну да вы ку-3 просто сложнее гораздо внутри да реально очень сложно до 0 сброситься и потом с этого нуля сделать звук туда технически можно но я потестил и как-то очень тяжело вот здесь от выравниваться в ноль это не cpm здесь нельзя просто так упереться в стеночку туда вот там получается короче какой-то такой геморрой с этим с циферками и все плохо ну в общем мы влетаем в тот триггер появляемся здесь здесь как я уже показывал делаем просто прыжок делаем звук и летим на финиш далече нет не далече но здесь можно долететь я была дымка вот вроде бы все я наверное попробую разок пройт на да давай я попробую в себе вроде все рассказал обижать в уку-3 здесь есть два способа прохождения начала первый это с двух кружков то есть мы прыгаем сюда сюда и прыгаем на вот эту дальнюю часть платформы второй способ это на переднюю часть платформы и оба способа мне не понравились здесь очень кривой триггер здесь мне кажется по цепи все планировалось и в уку-3 здесь по прыжкам по вам неудобная штука то есть либо то ли два прыжка сделать то ли один прыжок то ли вообще не пойми как здесь мы запрыгиваем сюда здесь делаем прыжка по крайней я проходил с этой рампы очень неудобный заворот и очень неудобно и пропрыгивание под этим вот штукам потому что нужно иметь много скорости а на лоу скиллах это очень-очень тяжело либо нужно как-то подальше запрыгивать и здесь пытаться разогнаться чтобы прыжков допрыгнуть сюда вот эти подпадики припрыгнуть себе это завернул пропрыгал все хорошо в уку-3 все плохо то есть можно пропрыгать вот так вот но это будет прям вообще медленно это он третий прыжок просто так не делается арту потестили просто понимаешь не дни для дурочков тестили тесты для чемпионов чтобы чемпионы только играли вот в общем в уку-3 мы здесь гим прыгаем здесь опять же заворот здесь у нас очень ну ну мне кажется не очень удобно штуку лесенки зацеплялись в уку-3 скажи лесенки по моему чуть-чуть пару раз и зацеплял если очень близко приземлялся к лесенке а так вроде нормально пропрыгивалась дальше здесь пара прыжков опять звук не помню где здесь тоже на 1200 нужно запрыгивать как я уже говорил вот здесь к сожалению ок не делается сейчас она выдает потому что здесь до нуля прям прям замучаешься пока скинешь и не получится поэтому прыгалась сюда здесь разгон и здесь либо прохождение через эту штуку которая тебя подкидывает как в уку-3 либо был способ прохождения не знаю его сделала всего два человека я еще дельта там проходил это когда мы вот через эту точку запрыгиваем то есть это вроде бы быстрее я удивился что никто тут не делал все проходили по прямому здесь нужно было скорость очень очень правильно соблюдать то есть точки приземления сейчас мне не получится и если чуть вправо чуть влево ты либо здесь цеплял вот эту штуку либо здесь цеплялась и раунд запора в общем неудобная штука я ее вроде потестил вроде нашел спейсинг с какой скорости где прыгать надо да вот таким образом и здесь он как-то так попрыгиваем здесь после вот этого пропрыгивания опять же в зависимости от скорости мы либо приземляемся после вот этой лесенке вот сюда сюда здесь сделаем циркл и запрыгиваем сюда либо мы не хватает нам стрейфа мы сделаем их приземляемся вот сюда и тогда нам приходится делать прыжок куда-то вот сюда и отсюда уже делать короче плюс один прыжок я так понял большинство так сделала и у меня тоже не получилось в к3 дальше у нас здесь опять звук получается стрейф несколько прыжков и два варианта прохождения первый это через стенку мы втыкаемся заворачиваем на финиш второй вариант это без стенки каким-нибудь фрейма джампом вот здесь вот завернуть туда но это очень сложно да это экономит один прыжок но это прям очень сложно как по мне я помучился помучился понял то что это очень большой рандом надо хорошо трефить пока при начала подходил через стеночку и чё-то так и проходил данки мы увидим вроде все из нюансов прохождения это среза в сепьем вот эта большая которая сейчас объяснил и вроде все вокруг 3 стандартный путь через просто стариком по через автомата добавить ну мы про мапперов плохо не говорим поэтому нет давайте смотреть демки да ладно выглядит карта классно светленькая неплохо выглядит так классно просто ладно не будет все кто хочет услышать честное мнение приходим на стримы и спрашиваем так и давай сразу покажу наверное твою демку то что ты натестил одну из калмус это как раз вот это вот она теперь я с прыжка делал звук со звука делал хоп об эту штучку и пос не делал дабл джамп и с в общем не там пиксели не хватило чтобы до триггер долететь медленнее то есть но но все равно это рандом потому что она вроде как на рампу прыгать нельзя ну считается нельзя потому что долго будешь ставить выискивать ой дашей опять не так кнопку нажал нет я эту он у меня паскаль москаль если смотришь надо эхо на таймскейл зешу видеть какой таймскейл я сам себя в общем да эту дымку вы покажем потом в конце да но начнем сроку 3 вы к 3 поменьше дымок он начинал кстати простым вообще способом прохождения видимо новичок каем вот пешком вообще обходил эти платформ очки вот здесь он будет надо мучиться по одной штучке прыгать потом даже с прыжка с циркла запрыгивать туда его спотыкали на лесенках тоже постоянные не очень удобно сделан так он здесь он будет делать себе нет прожил понял да это тебе не вот эти самые твые воткнулся упал зачем там прыжок зажгал было поближе тот подлетать и на так вот запрыгивать по каждой платформ очки не ну маппер поставил платформа чека по ним на прыгать значит я считаю хочу зря поставил шликновых попрыгать все их не получился звук он зачем он бы допрыгнул дан видимо забоялся что просто мимо улетит куда-нибудь живу q3 тут поворота нету и 127 7 неплохо неплохо таком полома с гостью вроде получше играет чем это к медлентам когда он он только плазму получили кстати вид что такая более бодренькая осознанно осознанно все прыжки осознанно вообще волсты по стеночке проходить у него такой медленно то наверное из-за того что он заходил где-нибудь и но это же все равно убивает время типа об обычный оба с прыжка зачем-то мне чтобы просто зайти пешком тоже быстрее остановился ну для спейсинга видимо здесь пролетел качественно сюда не прилетел пришлось мочится запрыгивать или не дело просто многие не знают как правильно вообще делается звук и вроде вроде несложно видишь одну кнопочку тыкаешь ее и вот звук возможно forward немножко подправить надо надо сделать короткий ролик по обам звуком мы не делали разве что мы делали но он старый он большой и он там ничего надо короткие именно сделать чтобы четко по делу без всяких этих то так в общем хэппи 107 хэппи перебивает компа ломус уже прыжка два прыжка делал надо было на 1 меньше на ступеньках было бы там 0 305 быстрее так не звук даст оба ходил пешком залет в окошко залет второе окошко с прыжка с окошко прыгал ой так бы долетел наверно кстати зря остановился если бы он немножко наискосок налево прыгал тогда бы точно долетел направление с обычного оба проходил через стенку нет вообще церковь и через стенку и финиш 1 10 иммортал 20 так вроде бодренько прыгает нормально получается а вот здесь вот не получилось здесь скорости мало лишний прыжок сделал может кишочком зайти было быстрее здесь он хотел скоба стабильнее но созвучно быстрее но я думаю вы кутри наверно в некоторых случаях лучше выбрать стабильность скорость но особенно для игроков кто играет их пока еще не очень хорошо здесь тоже об просто стабильно и ты всегда до финиша даешь как-то рисковать наверно никто не будет так рэйвен к рэйвен нормально кстати так по прыжкам у него получилось спейсинг а здесь скорее всего хватило страйфа чтобы прыгать опять лишний прыжок не поймать почему они все делают он дальше получше быть об видном было потому что он врезался не в уголок а прямо еле долетел до водика обычный роб сделал мне кажется это звук вообще легенький то есть там достаточно просто чуть-чуть двигать мышечку мышку и он почти всегда стабильно легонький но я думаю не все знают про то что существует м-форвард которым можно отрегулировать скорость который тебе надо двигать мышку и может поэтому типа люди делают и у них из-за того что там может м-форвард если дефолтный сколько там 0 05 что ли днение 0 1 и чуть короче там какой-то бешеный м-форвард и ты настолько маленький звук ты его и просто не сделаешь поэтому может быть еще многие отказывались надо вот эти ликбезы вот идет чтобы люди знали как делать обы как не выглядят как делать зву бы какие настройки для них это все надо сделать для людей потому что иначе у нас какой-то некомпетентная комьюнити которая говорит что рампы собов это нестабильно она полосам даром пособов вы вы сразу рампы собов тоже звучит но прикольно пусть кто сделает вот нормальное запрыгивание нормальный стрейф а стопнулся на ступеньках на ступеньках вот такая штука от если плохо стрейфишь получается то есть хотя даже нет неплохо там зависит от просто того куда ты приземлился перед ступеньками если слишком близко к ступенькам скорее всего зацепишься за 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 одной из них завет наверх нормальное запрыгивание про пролезание снизу медленно очень полезал но получилось кое-как обычный об платформа через стеночку до через стеночку и жесткая до финиша стабильно нормально вроде бы ну да все хорошо гладненько пашка минута 0 3 сейчас начинай лентер ну метро выключи можно выключу ну просто если чё не теряй меня так ну пропрыгнул пора прыгал хорошо отлично здесь он олежный пожар не отглотил нет ни звук уличный 1 платформа 2 и не допрыгнул дальше а потом пришлось при сети много пропрыгивать обычный об строй для многие не знают то что оказывается кнопка если у тебя скорости меньше чем 320 просто кнопка вперед она тебе сильнее будет скорость набираться чем если ты будешь пытаться стрейфить то есть сразу после оба многие делают они начинаются с резко вправо ли вправо лево боковыми кнопками стрейфить и куда-то не по зонам и на самом деле это медленно сайт стрейф в общем после оба желательно просто в одну сторону сказать до того как набрал 320 скорости будет а это зло 1050 неплохое кстати сразу на красный бутыл просто зажать одну кнопку вперед и просто дождаться пока ты 320 наберешь а дальше уже начинать стрейфить ну да это техника аир стрейфа типа и на карте если кто-то знает trick house бета-3 по моему там есть комната для стрейфа вот туда все дружненько заходим и смотрим что не долетаем даже самую первую платформу там можно натренироваться просто и понять вообще суть как это работает на словах может быть и понятно но нужно самому это всегда в дофраге нужно все самому сделать чтобы прощупать и прочувствовать так ним же ниндзя куки это получается печень печеничные ниндзя или ниндзя печенье скорее второе он приходилось к левой стенке выходила стрейфливать чтобы чтобы пропрыгать все без остановок вообще какими-то боковыми стрейфами инвертинг прыгал почему-то звук до звук сюда взгляд на этот джампад на этот джампад проход через рампу лишний прыжок сделано зато быстро проскочил на ступеньках не споткнулся я бы немножко испугался то что споткнулся на 200 сделал вылет но все равно верхнюю платформу плохо получилось и пенишь 1 0 так эффект о повинтор смотри тут и так все теме 2 эффект я пока я не ты там выше ты был уже там вверху так мы эффект надо надо мной тоже на вот есть там не доскрою то есть быть не должно быть там плохо постарался такое старея почти почти споткнулся делаю на просто хоп залетом мол по идее хоп он стабильнее проще то есть просто прыгнул просто нажал прыжок и вот ты наверху звук нужно вымерять там с какой скоростью двигать мышку там ну да рандомно еще получается но мне кажется чуть чуть более рандомный чем хоп обычный и финиш эффект эффект мы быстрее он него же он же нормально должен подходить потому что он это мало поиграл весна но он в суши надо фоц топ-20 занимал стабильно ну где-то вот в топ-20 он был там 10 видео отправил динку просто чтобы было ну да так поездом от 6 и 9 поездом вот я тоже не скажу что плохо играет вполне себе хорошо он играет но это тот пользу на ли другой позе это вроде бы тот поездом он мне кажется смотрит вам просто по госходу что расстроить и мне кажется об на 2 3 прыжок проходила в рампу снизу 320 поэтому здесь плюс один прыжок и здесь он делал обычный просто стрейфом просто спокойненько через стенку вроде просто прошел нигде не не воткнулся 56 как бы все равно медленно до смысле медленно относительно других вон сколько там плюс 5 10 надо мной говорит люди еще есть один дельта там сидит в рунишка конечно а на стронгес 56 8 так стронгес давай стронгес кстати очень хорошо сделал он знает что на карте много обувь везде и он мне свою демку отправлял чтобы я посмотрел нет ли там рандомных потому что он не понимает до конца где раз где-то словил где-то не ставил тут говорит вроде скорости больше получил тут вроде как меньше если у вас и вас терзают сомнения просто мне скидывайте я посмотрю это займет минуту если вы не понимаете является ли об разрешенном проще организатора спросить потому что он как у нас ну да но организатор не всегда наверно доступен в этом плане ну в общем еще не стесняйтесь всегда пишите что я там что энтер я думаю мы всегда плюс-минус доступны он словил кстати рандомного на рампе словил рандомного на рампе он скорости не получил но это не не валит но это обидно это видно видно так аж . помню раньше старых правилах это считалось рандомные демки банялись но это очень странно ты вроде наоборот медленнее получается пришел на дымку забанили как-то странно никто не застрахован на таких картах где есть везде обы никто не застрахован просто разница в том что кто-то увидит заметит а кто-то нет и отправит в общем олдскул да да вот скула оба везде мапы скомпили на совы хорошие да я не посмотрел сколько скорость не было еще 280 было кстати а зачем тебе буков хаю здесь на экране это и пьес нет я я понимаю ее же можно убрать чтобы было просто 730 по центру мне мне так не нравится я уж так привыкну что ты начинаешь я же не говорю давай-ка меня и свой конфиг мне он а чё у тебя буковки ю нету откуда ты знаешь что это скорость может это что-то высота твоя 5 и 9 не было юсы из сша интересную модельку войне давайте не будем нам проблемы не нужны давайте кто хочет девочку не было открыли посмотрели покрутили ладно ножей одета ну я не знаю с другой стороны 36 нормальный об но он там где-то 005 потерял то там реально чуть чуть больше чуть чуть меньше и все там потерял от пол секвой до секи туда больше плюс прыжок он здесь обычно он проходил очень странно и через стенку 59 реально странно почему он зуб не сделал ну ладно ну да 55 и 0 ровно степ из из германии так по внутреннему углу прыгал базов глаза бросается порости хорошо я нормально завернул нормально пропрыгал порошком и лишний прыжок здесь можно было с левой стороны на прыжок меньше сделать поступить на ступеньках все вроде бы отлично через платформу через звук 1050 это где-то на плюс плюс 07 по прыжкам через эту штуку еще плюс 0305 здесь он на прыжок больше сделал потерял еще там достаточно скорости над я просто со своей демкой сравниваю я знаю каких местах где я старался побыстрее проходить на всех это же дефраг надо везти побыстрее оооо сам сам великий и ужасный отправил демку давайте же лицезреем сие творение о великий denis сергеевич сделай рандомный об и нибудь и за пальцевую демку для эта карта кого я уже был не бит очень очень напитает результат сейчас да там это хочу хочу ничего не любишь не битов его карты на фвц плохо он не играет в дефак или чё видимо судя по этой карте он и радиант открывает раз пять лет так пролет 1400 кстати хорошо очень хорошо просказил ну нет я бы сказал можно лучше сделать то есть старайся лучше но что так плохо у него хороший отличился этот недоволен нос переигрывай то не будем смотреть большую демку до 4 до 54 и 616 они бит делала прошлое до фвц с ракетами помнишь спешка больше плохо помню с триггерами токарда в смысле они все триггерами но где по триггеру ракету дают синяя нога со сликом еще в конце телекарса вспомнил словно да хорошая карта была 1200 отлично залетел все хороший да здесь залет и джон под здесь он делал раз-два через переднюю штуку на дальней здесь у него будет плохо получилось здесь реально можно лучше проскользить и прыжок сэкономить в один юмил язву у меня получалось и здесь вот отличный получился блин вот кстати была хорошая траектория и можно было бы наверно не вмазываться в стенку очень хорошо было мне показалось даже можно даже в грандфрейме делать как будто бы так вы мог завернуть 45 45 54 5 так ну rent fire у нас очень хорошо играет стрейф запрыгивание отлично прыжки прыжки чуть не споткнулся на лестнице реально там несколько юнитов быстрее и стопнулся до 1036 потерял на 33 чуть чуть больше там реально скорость 1000 1000 и и все и ты потерял там достаточно здесь у него тоже не проскочил видимо очень сложное пропрыгивание под этой штукой нормальный звук нормальный пролет через стенку и финиш за 45 у а у тебя есть дефраг enter чего ты фраг чистый есть есть этот просто дефраг 27 я чем найти смысле отчет через катя есть же заходишь в раздел инфо на нашем этом а все все понял все там есть кнопочка скачать дефраг так все 42 кет кета кстати я узнал у него не такой уж и большой сенс я не знаю почему это все вот так вот выглядит но у него не самый большой сенс может у него 12 12 сантиметров чтобы на 30 ну типа того да ну и не очень много я ждал мне 23 получилось два раза может он просто типа знаешь такой поджимался там ведь суху покачал и в дефраг сразу видео руки трясутся и не знаю очень странно здесь тоже на прыжок больше я к сожалению свои динки вроде не тоже по моему не смог прыжок сэкономить вот он кстати сделал очень хорошо пройдено я бы еле перебил не знаю как то получилось как он из-за начальных трейфа заворота да немножко по-другому проходил и у меня звук мне получился идеальный идеальный но на правильный угол там там реально 1100 сделать и 1200 и разница есть по времени но естественно ты же летишь какое-то время с этой скоростью еще хороший 1250 отличный звук он сам хороший который можно здесь сделать здесь он а из-за того что я вот здесь вот еще делал срезу подлетел немножко вверх вот вот так зря притормозил мог прыжок сэкономить там запрыгивание один фрейм и джамп и долго быстрее трендом но тоже на рампе словил за 37 а так бы перебил тебя наверно кстати благодарна компании Realonen как раз в этот полтинник эта скорости столько же перебил тебя д puisqu'яка появлялись этого здесь с цирком чуть попробовать чтобы ванедь Guru же приземлиться индивидуал завернуть и делал поджог на вот это перевине чтобы она немножко скорость дома все немножко по таком проходили не знаю почему здесь медленно стрейфил чтобы на лестницу залезть здесь обычные стандартные прыжки звук на 1254 отлично застрелил до инверт качественным да здесь я на заднюю часть прыгал и по определенным прыжкам делала 10 через через уголок пропагивания и здесь мне не получилось сделать плюс один поэтому пришлось по внешнему кругу прыгать то есть потерял сколько на 067 теплового и через стенка проходил здесь тоже если по прямой прыгать кокет еще бы пол сети сэкономилось а вот тут вот и полторы сей да как ты это оправдаешь а он еще в одном месте нашел где прыжок срезать вообще офигенно проходил дельта он очень крутой стрейсер делька офигительная вот он делал снова прыжка то есть на день прыжок здесь вначале меньше чем я с другого места начинал здесь походу на прыжок из-за стрейфа меньше сделал по мне там полных людей но все равно я не знаю мне так не получалось там нужно прямо возвращаться со стрейфом отличный звук залет вот здесь на передней части реально не подумал что так можно сразу далеко выпрыгнуть и здесь допрыгнуть до этого до пикселя чтобы здесь срезать здесь он тоже не смог здесь стоит минус прыжок то есть он бы еще мог быстрее на пол секи сделать если бы минус один сделал и здесь он тоже делал без стенки на прыжок меньше молодец да молодец дельта классное прохождение так в лори смысле себе ой ну да какая разница там скейлин репорта депорт от все все репорт репортируем цгг римыча забанить а тут есть твой твой это ты сейчас поставил когда или какой 485 тайм или нет но не я же играл все равно на 48 всех это ты по-моему сейчас прошел когда записан а нет это был онлайн это оффлайн тебя должна быть так я все равно побегал посмотрел я шаги подкнулся на ступеньках прямо здесь здесь он обычный об проходе делал прыжки прыжки в три прыжка с двух не получилось здесь кнопкой вы заворачивал и финиш эх танчи бансары поиндер порядочная грязь так сказать как-то хорошо ну хорошо но здесь с облётом запрыгивал так скоба 270 до залет запрыгивание как принципе нужно баба в два окошка и здесь тоже обычный об да в общем нужно учиться стрейфить дёрту потому что медленно зона не падает даже в газовские нужно стараться хотя бы в газ начинать попадать вот эти зеленые полосочки большая жирная толстая туда ну а просто банально больше стрейфа по их поигрывать чтобы контроля мышки больше вот кстати с таким заворотом да человек проходил не очень эффективен на самом деле я захотел есть центр ну подожди сейчас мы закончим и можно будет можно наложить себе чего-нибудь речка с ордельками а салатико с остановкой даже надо же как запрыгивание обычный об чего мне показался не логанула что-то мне тоже у кого-то что-то за скимил до внизу возможно голова возможно головой удалился в этот перекладина которая носом упираешься в нее а потом после по тебе нужно были и пропал алёх алёх энтер вернись я все прощу энтер алёх ладно пока энтер решает проблему с микрофоном давайте дальше эх я я я у меня интернет отвалился а здесь а дюкала так быстро интернет починил но у меня иногда контакт отходит мне нужно чем с ним сделать я там этот вилка как как ее называют же программист все очень витая пара которая такая пара ну да который интернет держит она плохо в разъеме там стоит иногда на ногой пошевелишь она а вот дергается и отваливается вели ногой ну вот он транзис все нормально уже пошивил пошивили так он сделал опять без хоба да просто ты вот делаешь там вот этот об последний и ты не за скимишь этот эту палку она высоко она высоко тогда тогда не знаю или что ты короче у макс кривина она маку и нашли как почти как не канонак а не к это что некая это по японски кошка а японский знаешь ну знать не знаю но посмотри на нем если так сказать а ты нет и я чуть давно не посмотрю зря ну ладно в смысле зря к сожалению скажите кстати тоже вот один из вариантов первый раз мы видим что cp просто пролетает без оба без всего так тоже в принципе быстро да можно без хоба без всего просто пропрыгать и из стаба джампа сделать залететь туда на платформу но для этого нужно там хороший спейсинг и правильно влететь в водолючку которая внизу после на около красной платформы космонавт страну которая в данке ну ладно он уже так так а написано ведь как а как надо написать что ты про сср она так у него ник русский английскими буквами он и также и со стороны сделал мне опять отвалился такой вроде не трогай ничего алё enter алё у меня все-таки что-то с и на этом я ничего не трогаю он все равно периодически отваливается надо будет нормально переткнуть провод наверно даже вида конца обзора ловы так все 67 ну неплохо неплохо так рддпй я не знаю как это читать что это такое может это рупий типа д это как о получается рупий так ну неплохой стрейф поворачивает кнопкой вперед научиться бы поворачивать кнопкой в бок только кнопками бокового стрейфа влево-право и прикол провод надеюсь меньше отвалится вода не слышно пока на плечо да можешь перезвонить это у меня что-то какое-то хотя не нормально все так кузлях их из сук тувкара ай кузлях давай кстати кузлях еще раз спасибо за поддержку все вижу все читаю спасибочки вот кузлях у бы тоже боковыми поворачивать почаще как-то по посмелее лучше подать зеленую зону потому что он даже не знаю у него стрейф как-то плохо получается ну да ну просто я так думаю в общем что ну люди не играют сутками в дефраг как поэтому и прогресс не не шибко быстрый получается или вообще нет но есть но наверно такой очень символичный а если ворачь почаще до 50 навел же этот тушку это старичок нет не помнишь как раз сбила гуси по-моему как далеко запрыгнул так дабыл джампу ступеньках без оба дабыл джамп на рампе пролет в окошко упал на эту штучку о как высоко подскочил и здесь очень медленно пропрыгивал но вот этом здесь она потеряла очень много здесь без злоба делал в общем много мест где можно было бы быстрее пройти наверное благодаря этому компетично но куча народа узнала про злобы что такая штука есть ну да да и вообще про оба наверно ноги узнали потому что в последнее время обов нигде нет как идти ли джампов кстати говоря тоже нигде нет никто не умеет не знать не помнит как или джампы делать это очень странно потому что как-то не знаю люди считают что-то рандомно что ли ну так если же много всяких тук в дефраге помимо помимо теле джампов обувь и всякие там целский пы есть бусты на бусты уже многие знают как делать и стараются делать ну да а теле джампы вот задвинули ладно оба еще допустим оба ладно например но теле джамп это же классно это же потенциал какой да и оба тоже ну короче очень странно что перестают делать карты с обами и теле джампы ну вообще их нет вот последний год открыть нету там тоже две штучки будут с обами или с теле джампами а геймрок все 46 уже белорус помогает немножко ну цпм пока никто ничего экстраординарного не сделал почти думал зацепиться на на лесенке отлично звук на 960 у него кстати м сайт не выключен у него боковая кнопочка светилась когда он звук делал а это опасно может гарантировать что ты точно только по вертикали мышку ведешь 54 6 так сергей куз дымок много мы сейчас и еще будем только на минимум полчаса наверно цвет обозревать потому что больше 30 дымок по 50 секунд в натуре что что в натуре блин дымок всего 43 пока просмотрели и много сергей кузовка здесь 10 просмотрели то есть не говорите пусть они просто смотрятся сергей кузов быстрее тыкаешь быстрее смотрятся согласен так хороший стрейф почти воткнулся на прыжок даже на два больше и здесь цирком заворачивал удачи не циркла на этим просто стройка как цирком был бы получше пропрыгивал безо без всего просто в дырычку дабл джамп еще один дабл джамп и значит говорить стрейфер и нормально ну надо да я вот все нормально вроде плохого ничего особо нету типа пашка такой пашка мне надо реально отойти но хорошо я могу чуть поговорить пока пока это а следующий дымка так то будет воспроизводить я не знаю место если нельзя правлюсь так в общем по у пашки все пока четенько все хорошо тоже без этого я кстати думаю что многие выбирали вот этот руд потому что спейсинг так подходит то есть ты если плюс-минус нормально прыгаешь ты как раз и не долетаешь до платформы и как-то к куда прыжок деть и вот ты как раз туда падаешь как медленно здесь эх ну да ну-то в противоположный угол убирают кстати прыгать интересно и финиш 54 1 пока пик 4 1 тоже тоже все 4 это вроде ведет правильно вроде по всем зеленым зонам нормально заворачивает почему не так такой тайм все посмотрим наткнулся где-то и завернул цирклом очень хорошо да очень качественно пока все здесь на прыжок больше и по прыжкам есть по идее на прыжок больше тогда это уже два прыжка и сейчас подлетит еще посмотрим да здесь высоко очень подлетел или есть строительство отдых тоже так тоже проскакивал медленно под этой штукой есть плюс джон здесь нет звуга и арс трейф опять плохой да он начинал кстати с муточки вправо-влево место кнопки в так ладно я пошел их волка но и сотрите да окей так стрейфит вроде нормально по зеленой зоне но надо бы снап зонам правильно надо не знаю посмотреть гайд по снапу или почему-нибудь сразу учиться по снапу стрейфить иначе будет очень тяжело потом переучиться и все такое ну и как медленно но зато почти идеально подскочил запрыгнул на джампад запрыгнул дальше здесь у него с прыжка тоже высоковато здесь не смог запрыгнуть сразу плюс прыжок воткнулся еще в эту штуку на ступеньках споткнулся в общем весь в концовке чему много косяков здесь кстати плюс прыжок можно было еще получше пострейфить альфа и кей альфа 53 я думал получше чем сделает ну альфа же так средненько типа играет ну сколько он играет ты знаешь сколько он карт прошел я почти все прошел у него там профиль 10 тысяч карт что-то или 11 у романа кстати тоже дофига там эффекта дофига по-моему вот люди блин если бы я логин свой не менял тоже наверно бы было слово такое не ну альфа да там везде знаешь какую-нибудь карту открываешь где-то три рекорда и никто не играет карта там ты 2002 года этом альфа обязательно есть у них плохо нормально все решают продолжать прыгать надо было дальше карту делать чтобы надо было такой круг делать 27 и язи я не знаю чем связан никто какой-то или не это же он с египта вроде видимо нет хотя я не знаю что у них там взять есть в лиле плаваешь отлично проскочил снизу нормально запрыгнул и звук не получился поэтому стрейфом разгонялся и финиш все все дальше прыгают от 1 9 синтакс из воронеж воронежах воронеж space unit с я нет мическое единицы как далеко выпрыгивал лучше бы просто с цирком сделал меньше где сделал звук по м сайт видео да вот надо короче точно я наверно не знаю соберусь сделаю ролик по звук по обам мы хотели сделать обзор на баги всякие как они сделали а мы нашли баги даже тоже дамки даже под собираю немножко 51 9 поле попали не с 51 и 5 кстати ребят все кто использует мой конфиг у меня новый конфиг свежий чистый прекрасный если что заходите на стрим я вам ссылочку дам точнее там есть если вы захотите поменять я вам дам его мускалет это он нет я сам настраивал решу москаль но это изначально вот это его как бы это он тоже делал я ему сказал что мне половина я не пользуюсь другой половина вообще не нужна и он немножко почистил переделал и теперь он будет приятнее и красивее и вы и много места свободного под всякие бинды на свалять у вас там интересно там я стандартность какой конфиг очень долго использую уже да и морду все слышно нормально глуши хочу откинуться смотреть ты микрофон не можешь поднести поближе к лицу и не бегут я могу его держать парк но этого хочется этим занять так ну в общем очень хорошо проходит все нормально air стрейф хороший плюс-минус кнопочка вперед начинает разгоняться а дабл джамп через боковик буководку у головой печаль прям в общем я не повезло то что я нашел этот зуб который надеюсь как покажу дальше а то и мне было бы очень плохая дымка пока широк 9 инжеков советский буш тоже без оба просто пролетом залет на джамп от пролет в окошко 2 джамп от хорошая р стрейф берите пример ребят скажу кого до проход через бака я через боковушка быстро проскочил под этой под под перелиной обычный об вместо зуба зря наверно но что поделать и финиш 49 0 8 лет фракир фракир у этого очень тоже старый игрок во всех смыслах как дела фрагирах бывает добыл джамп пропрыгивание сразу в ямку если честно я не могу сказать как быстрее со звуком или с попрыгиванием в эту дырочку потому что я что-то нашел злого проходил чисто со звукова ся ну даже не подумал что можно вот так вот пролетать там оказывается я думаю что зависит от спейсинга изначального что бывает спейсинг ты летишь как раз в эту дырку либо спейсинг что ты как раз напад попадаешь еще можно попасть на патт с минус джампом если добыл джамп не идет на ступеньках и короче там почти одинаково принципе начало хорошая все правильно добыл джамп уголки пролет в ямочку в дырочку он высоко подлетел здесь медленно проскочил получилось у него хороший страйф конца конечно да или по зонам ой ромах носка промахнулся и пишется першилось даже без дракона больше давай динозавра обратно ставить кипиш хоть хоть какой-то веселье влюблен дымка и будет но там со звуками видимо слушать это динозавра постоянно хотя бы лишь нормально как он играл на динозавре году два наверно перестал а мы лезьте все горжи заводит залет хорошо здесь залет уже хорошая стрейф но как медленно но вроде твоим хорошо отлично проскочил но лишь уже плюс на перед тебя сделал пока обзоры пишешь плохо игра видишь минус 200 не перебили так зерк сорок семи пять 400 не не совсем понимаю зачем он лишний прыжок делал если можно было цирком там облететь ну да тоже мимо им мимо оба вплывут на прыжок здесь паралетом окошко все стандартная до нашел дабл джамп хорошо отлично проскочил до взор не сделался или не сделали не получился я чуть не понял ну как будто бы он пытался как будто может мышку слабенько повел 47 5 косяка свою дымка не покажешь нет зачем-то там просто пробежал все аки бонз по прыжкам отлично хорошо так принципе надо проходить видимо из-за дабл джампа там спрейсинг подходил про то чтобы в ямку запрыгнуть а без дабл джампа там неудобно так здесь все хорошо здесь пролёт снизу и как пролетел сразу плюс один из всех звук не сделал но что же он так разуме минус там попал всякий секрет или сколько он дает минус минус пол джамп зефер слава пузу слава пузу 469 старается он зонам стрейфить понимаешь такой сна вход в пуск хорошо играет это был джамп на ступеньках и типа видишь на дремя стрейфить очень хорошо либо в ямку падаешь ты поэтому тут такое но если ты делаешь пейсинг с минус джампом на под тогда здесь на на 700 аж вылетен очень глоб но звук нет почему уже простенький не знаю может бояться делать может пусть не знаю что такое звук надо его уволить тогда так мы почти вы почти 1 7 0 9 очень хороший стрейф тоже почему-то без этого не он и серкалом там очевидно быстрее будет как-то не не знаю может не по тесте любили еще очень хороший звук на 1200 точно еще проскочил очень-очень хорошо полетел за 200 сразу на рампу два пушка можно было немножко по-другому прям какой-то зигзаг большой сделал но быстро 46 и 2 у ати наймин син это ты 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 мне скидывал шрифт что-то мне не понравился короче шрифт как он выглядит очень нечитаемый ничего кайты скидывать о чем дом не скидывал шрифт с тенью сразу типа дефрагерская тень вот например у этих у градусов скорости она не очень красивая а ее же можно включить самому по умолчанию разу пошло передаем так ну давайте я тогда и триггеры раз наверное вот эти дымки пойдут звук сделал там не все там как сказать мне жалко этого квазара который прошел самым быстрым путем без без этой срезы да 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 у него офигенный дымка прям вообще быстро но на фуфу роутом здесь много триггеров которые как лишний прыжок сделал здесь лишний прыжок ясно что среду скорее сделать будет здесь у нее звук 1200 прошу залет на прыжок вот он выравнился до нуля подпрыгнул наш 1600 и после триггера в этот 200 сделал но почему-то наискосок куда-то вылетал не знаю зачем здесь пришлюбок получился 46 1 козор 45 8 вот честно офигенная дымка очень быстро пройдена правильная стрейф правильные зоны все такое здесь с дабл джампа видел сэкономил здесь у нас прыжка вот за стрейфил очень хорошо чуть-чуть высоковато но все равно хорошо джамп здесь пролет вообще не потерял заболевать да подполь смартфону немножко на этой штуке но не жилось сделал кстати взвод почему и зубы не делают потому что комменти деградирует таруша карт нету никто не делает карты вот даже равен файр сделал не сделал он он перебил а квазара насколько там на большим на полсеки зачем-то стенку резался не понял зачем дабл джамп прыжки здесь он пролетел быстрее прошел чем он тоже без и срезы до шрейн но он уже стрейфер если бы он со срезы прошел они бы намного быстрее было вот на 500 это тяжело очень вернуть туда 44 8 рифа сбили его а кто это рифа я знаю какого-то на r тоже бельгийский дефрагер какой-то на r был я не могу сказать такой руси что ли какой-то в кутрикер вы помнишь на графе не слышал актер звук звук на 1100 до зубы сейчас нужны очень низкий чел хорошо я на самом деле нам учился с этой штукой прям вообще нам учился потому что нужно обязательно 1700 вылетать и очень непросто низкие обы делать потому что даже с регулировкой м сайда все равно он рандомно выкидывает тебя я как-то записал один раз хорошую динку без косяков и залил ее все и забил на эту штуку спим а там в которой мучил сидел потому что там фуэр оуду здесь все уже динки будут срезаем 1737 зацепился лишний прыжок здесь сделал без в оба странно но ладно и дальше просто стрейф прыжки сорок три пять не было сорок три четыре здесь по прыжкам в принципе отлично здесь все хорошо вот здесь без дабл джампа сделал хорошо чтобы здесь запрыгнуть на красную платформу сделать на 1200 отличный парк прыгнул лично здесь сделал и заворот ткани 1558 высоко очень подлетел долго падал из-за этого он потерял там не знаю секу наверно даже пол секи до 7 до секи много там еще потеряно сорок три-четыре так как ninja куки она бифик играет увидела да неплохо таки mortal тоже в обе физики игры здесь она прыжок больше сделал то есть он как у тебя прохождение уже 07 потеряно дабл джамп тоже не очень хорошо а она это чтобы пролететь вниз прыгивание сброс до 0 1700 прям краешек зацепил триггера на отличный сбок и здесь трейфом просто пропрыгивается до финиша и по зонам даже пытался направлять единственно немножко пара пикселей не довел тут только 15 тут в последнее время занимает топ-10 места между прочим похвально я считаю растет парень растет с богом 1200 отлично как по мне 1200 самый удачный об но в плане прохождения можно 1270 сделать но с него очень тяжело выстреливать чтобы запрыгнуть обычно ты не допрыгиваешь до краешка принципе отлично прошел все все хорошо планино сгас но строят большинство здесь одинаковый здесь мало чем можно сделать с прыжками дабл джамп видимо без оба без зуба да просто пролетом через низ жёг заворот 0 1730 теледжамп и звук на 1000 на 300 а потом строить здесь выглядит вроде просто просто стрейф просто прыжки но не так-то все ну да это всегда выглядит а да там не зацепился здесь не до стрейфил там стенку врезался то есть везде по чуть-чуть это моя донка в принципе ровно везде прошел здесь специально в бок выруливал чтобы дабл джамп не сделать чтобы здесь звук у меня получился и на 1200 получился здесь вырулил завернул сделал 1700 сделал очень кривой теледжамп но получилось запрыгнуть и потом обычный стрейф по рампочкам один раз промазал мимо зона на дальше ради по поэта до страйфу горбая тут 5 так рейн рейн сорок один и три говоря я один раз записал и забил потому что вроде чисто прошел без косяков вот и выкутили больше играешь да я правильно понимаю но когда как на самом деле вот на текущий который идет я например за себе больше играл ума все пимпо и поинтереснее выглядит как широко выруливал так 0 1730 теледжамп звук 1200 и стрейф и сорок один три есть мама концовка просто получишь немножко сделал и и все остальном а он еще не без его выделал он же с этого с дабл джампа да так про кип-оп лишний прыжок мне кажется не знаю зачем дабл джамп значит ямку и низкий пролет об 1730 теледжамп нормально прилетел нормально по строю фил и финиш в принципе чисто хорошо пройдено аурум 40 и 6 аурум же организатор почему он демки отправляю он зачет идет понятиями не спрошу очень интересно у них организу он специально подальше по строю фил что ли да да это вот кстати тоже такой момент его можно получается чем дальше ты будешь чем ближе ты будешь к телепорту тем быстрее у тебя тайм будет но тем сложнее также и в ноль сбросить так что да это тоже такой момент так ну и сус тупо на секунду больше даже отгрыз не на сурс тоже очень круто строим также как rain fire мне кажется начало проходил он вот здесь это очень далеко хорошо да 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 здесь с дабл джампа туда выпрыгнул это прям все тяжело на самом деле так выстроить и здесь он через низ проходил я так понимаю то что звук медленнее чем диск и дабл джамп здесь ну это это скорее всего потому что тебе не надо тогда не вилять после джампа да там не скорость сбрасывать ты просто в максимум стрейфишь и все поэтому на 500 на 500 выстроил точнее звук взял и финиш 39 4 давайте еще раз посмотрим классная дорога до 1 дабл джамп из-за ворот типа лишь просто в максимум стрейфишь кажется что у тебя средняя скорость на дистанции просто выше главное здесь низко подпрыгнуть чтобы было действительно быстрее это же достаточно далеко кстати он рефил да здесь то что на 500 звук сделал было ему нормально так ну чтож мы наверное еще глянем пару демок которые невалидные считаются но все же были отосланы я невалидные не скачу а чё а этого есть демки дельты днк вон давай адресу багом вот я бываю сейчас их скачаю это я хочу вы про них не сказали не поговорили я про них и забыл поздавать сначала свал багом да интересная демка а еще более интересно почему потолок не заклиплен уже интересно сейчас посмотрим как это все вообще было мне вот интересно как он вообще у бакс ловил не знаю это же фиксилась по моему как-то не вроде да какой-то странный там видимо клипы короче криво как-то сделано мне кажется поэтому он в общем сейчас если мы посмотрим в текстуре так я хочу посмотреть эту у него не было здесь ничего каких кардинат безумных цифр кардинат посмотрите ли скорость или еще у него нормально но вот сейчас он вылетит у него там скорость будет да он медленно опускается если чё да и он здесь долго кстати опускался дни сейчас вылетит по у него 13000 упсов их он обратно отскакивает наверх и самое классное что у карты нету клипа на потолке я просто по верхнему этому пропрыгал главное там на потолке есть здесь на потолке есть короче не знаю мне такое ощущение что клипы это два разных человека делали где-то клипы по одному юниту где-то клипы по 64 там где 32 короче очень странно как будто в россии а это снова это снова был окно и дельта дельта но это разные люди вообще я не думаю что есть смысл показать обе они одинаковы в целом более тот просто в дискурс скинула этот именно отправил ну вообще дельта мог бы и спросить как бы до полет на него лидер остановился поискал об нашел он сделал такую зигзаги сделал дабл джамп вот как я показывал хотел со зоба сделать долетел до триггера и здесь сделал как дальше стандартное прохождение со звуком здесь проблема в том что он об на этом на нора петел через это ну давай еще раз ну того нет там там очень похожие демка в принципе но 11 дымка она быстрее там два фрейма быстрее пофигу вообще дельта то отправил на компетишен а этот нет диско скину пусть и гуляет мы обозреваем этот то есть вот здесь он остановился до нашел определенную точку где есть об сделал горизонтальной скорость немножко из этого хоба с дабл джампа вот допрыгнул до триггера то есть никак большинство дальше там делала звуков запрыгивание наверх в цепи всем а сразу сэкономил кучу во всего что давайте в браузер что ручь так вот у нас браузер вот у нас значит результаты четвертого раунда ты не видишь да нет не вижу наверное а в цпм было 43 демки в ику-3 22 одни валидных демки 3 две демки у дельты я не знаю дельта все-таки мог бы спросить но согласно правилам 632 и 634 рандомный оп с рампы это считается рандомного вам хотя знающие люди которые знают о чем они говорят они никогда не скажут что это рандомный оп в этом случае ну и 3 и 3 вал баг тут очевидно как бы что вал баг да это 4 но он молодец все равно что отправил и хотя бы люди посмотрели и что такое можно делать в общем стран очень много демок много надеюсь буду дальше присылаться все такое в общем пятый раунд у нас завершился мы ближайшее время не знаю когда завтра до добрый завтра же договорились но если получится если все будет в порядке до завтра сделано пятый раунд а сейчас идет шестой раунд карта от кайроса и госта гост я так понимаю как всегда приложил руку к дизайну а кайрос геймплею и в целом карта мне нравится карта очень классная не знаю тебе нравится шестая как бы я если мне нравилось и вас такой не играл ладно вот ну карта хорошая пятый раунд мы сделаем пятый раунд дымок ну дымок не так 16 минут нормально вот в общем то все ребят тогда да спасибо за просмотр спасибо что пришли там не знаю лайкайте все такое да 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 может кто-то подпишется не может до подписывайтесь на это вконтакте инстаграме если какого это еще ну ладно ладно всем спасибо всем удачи всем пока всем пока